МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мгновенно превратился в дефицитный товар. И, по словам водителей, тут же подорожал. Хотя в магазинах эту информацию отрицают. Больше всего вопросов по поводу этой новой нормы ПДД возникло у водителей такси, как организованных, так и частников. Они стали главными покупателями детских автокресел и бустеров. Тем, для кого частный извоз был только подработкой, пришлось оставить его совсем или ждать взрослых заказчиков. А те, кто работает на постоянной основе, решили оснастить свои авто по требованию закона. К великому сожалению водителей, приписанных к автопаркам, их работодатели не готовы обеспечить своих работников столь необходимыми теперь девайсами. Хочешь работать, придется раскошеливаться. Настоятель Лисаковского храма ищет средства на строительство воскресной школы для детей, пишут Кустанайские новости. В рождественный праздник отец Олег загадал только одно желание, чтобы в Новом году им, наконец, удалось достроить в церкви пристройку для детской воскресной школы. В этот храм протоиерей Олег Калмыков пришел служить в 2003 году. К тому времени старое здание, в котором сначала был ЗАГС, затем книжный магазин и отдел продажи бытовой техники, отдали под церковь. С тех пор здесь идет ремонт. Удалось сделать немало. К началу зимы заложили фундамент пристройки, приобрели стройматериал для возведения стен, керамзитоблоки и кирпич, отремонтировали кровлю, поставили купола. Но для окончания всех работ нужны еще средства на цемент и другие стройматериалы.